как нарезать окантовочную ленту нужно обязательно выровнять угол чтобы здесь не было криво выкладываю на угол и выравниваю значит здесь должен быть угол 90 градусов ширина нашей окантовочной ленты 41 миллиметр карандашик для кожи типа ручки беру линейку отмечают 41 миллиметр и вот так вот двигаюсь по всей длине 41 миллиметр по срезу если у вас лента будет больше то она будет слишком туго идти в нашем окантовывателе и будет туго тянуться соответственно от этого изменится натяжение ленты и также продвижение из-за этого может быть большое усиленно приложено на зубья и продвижение из-за этого машина и а именно рычаг обратного хода может стучать теперь беру линейку и провожу линию ставите так чтобы наш карандаш то что вы отметили он ложился в карандаш как в начале так и в конце чтобы у вас не пошел перекос и чертим я беру ножницы и режу я беру и линию срезаю иду по левому краю так чтобы линия у меня была срезана ну и соответственно чем ровнее вы порежете тем качественнее будет лента и лента тогда в окантовывателе будет идти плавно без никаких то перекосов если лента будет вот так вот порезана то соответственно будет то прослабление то натяжка будет перекос ленты и все это отразится на качестве значит все предельно точно обратите внимание вот у меня идет срез вот линия я режу вот так вот у меня но ножницы вот ложатся видите тут вот так вот вот видите как заправить окантовочную ленту в окантовыватель значит берем край и берем вот так вот срезаем верхний край до серединки берем заправляем сюда сюда вот так вот протаскиваем и смотрите когда мы протаскиваем вот эта часть должна подняться обязательно и она эта часть выходит вот сюда видите здесь вот замеровался у нас подгиб теперь беру вот за вот эту вот часть беру и просто его подворачиваю вот так вот вовнутрь раз и все смотрите верх и нижняя у нас заскочили вот зовут эти усики все машина готова к работе вот так вот вот так вот лента будет двигаться по вырезанию коврика вот это вот крутые повороты здесь нужно вот это подрезать чем здесь будет качественнее вырез тем будет лучше поворачивать так как вот здесь вот может образоваться пустота ну и вот это вот нужно срезать чтобы здесь был было 0 2 хотя бы миллиметра от края строчки 0 1 0 2 закругления должны быть потому что все это отобразится у вас на окантовки окантовка будет некачественная вот это нужно все срезать или же строчку прокладывать ближе к краю смотрите как на поворотах видите я вот ухо загибаю и вот так вот эти подрезаем также и эту сторону вот здесь вот уголки вот здесь вот обрезан а вот это угол вот он не обрезан и вот это как окантовка ляжет вот здесь вот по вот этому углу все должно быть аккуратно плавно здесь вот тоже видите угол какой желательно чтобы на окантовывателе работали постоянные работники практика поможет почувствовать окантовыватель освоить приемы работы ну и от этого зависит конечно качество и скорость работы по материалу для окантовочной ленты значит самый лучший материал это вот это черный он эластичный мягкий вот это уже материал грубее и тоньше и вот этот материал он по толщине примерно такой же как черный но дело в том что он очень грубый у него вот это вот пропитка она очень грубая и он плохо сворачивается и идет намного тяжелее в окантовывателе чем вот эти материалы так ну и накопитель вот видите для ленты я оставляю сюда вот так вот ленту и чтобы она у меня шла видите вот буквально на 5 миллиметров выше от платформы видите я вот буду тянуть и вот она у меня будет вращаться просто обыкновенный диск стоит здесь вот пластик ну это можно сделать взять закрутить шуруп поставить сюда под низ шпульку вот так вот ну и шуруп длинный сделать сюда вставить трубку или деревяшки кусочек круглый какой-то проточить и вот так вот если вы поставите вот это станет вот так вот и точно так будет вот вращаться трубка должна быть такого диаметра чтобы вот сюда он входил плотно чтобы у нас не бегал вот так вот диск не двигался вот он стал ровно видите и крутится отлично значит шпулечку под низ и закручиваете прямо в стол лента будет легко сниматься очень удобно она здесь не будет мешать значит и и как можно подальше сдвиньте вправо вот так вот ну вот в таком положении так мы заправляем ленту берем ленту вот так вот срезаем уголок вот так вот и заправляем заправляем вот сюда так вот вот так вот протягиваем вот сюда можно ножничками можно ногтем вот что у нас получилось смотрите вот здесь вот должна образоваться вот это вот вот этот загиб вот вы протаскиваете дальше вот видите у меня пошел загиб и этот загиб должен выйти вот здесь вот вот видите все здесь у нас сформировался загиб теперь смотрите я беру вот эту вот часть беру вот так вот просто подворачиваю вот сюда и закладываю чтобы он у меня вот это вдвое еще раз завернул вот так вот и потянул вот здесь вот ленту придержали и вот смотрите видите что получилось все машина готова к работе вот этот загиб и вот это вот часть нижняя они зашли вот сюда вот за усики вот эти усики они не будут давать выскакивать окантовки и вот что получилось видите посмотрите посмотрите как здесь тянется лента так здесь пока все ну теперь будем пробовать жить также если нужно назад ленту вернуть вот так вот вытащили низ вот сюда наверх а это должна быть заправлена вот сюда вот так вот сложена и берете ленту вытаскиваете вот так вот беру пальцем вот за вот эту вот часть и вот так вот подворачиваю под низ все одним движением это все дело привычки чуть-чуть приподнимаем вот эту часть плавный поворот делаем так ну и здесь прижимаем коврик прижимаем сюда к центру так здесь уха вот это нужно поднять задние в общем это все приходит с опытом плавный поворот резко поворачивать нельзя все плавно должно быть так вот так вот так вот так вот Здесь уже можно побыстрее. Так, поднимаем лапку, прокручиваем шкив. Так, ну вот, смотрите, что у нас получилось. Сверху все идеально, смотрим обратную часть, обратная часть тоже у нас, смотрите, все идеально, отлично, просто супер. Шьем коричневой лентой. Эта лента покроена поперечно, так как она тоже не слишком мягкая, не слишком эластичная. Лапку нужно приподнять, чтобы она стала на уровне с внутренней лапкой. Вот теперь все заходит нормально, опускаем лапку. Продолжение следует... Плавненько проворачиваем. Продолжение следует... вот нужно так удержать чтобы чуть-чуть приподнять и в то же время сильно не задавить вовнутрь так вот эту часть уха убираем вот эта вот часть вот это которая не пристрочена видите она мешает она вылазит прямо наверх и мешает нашей окантовочной ленте значит с этим нужно это нужно делать аккуратно обязательно должны выделить поддерживать конфигурацию плавно повороты делать смотрите что у нас получилось здесь отлично здесь отлично так смотрим с изнанки с изнанки смотрите тоже все идеально все наши повороты все четко сейчас будем пробовать белую ленту она дубовая такая плотная эта лента порезана поперечка значит заправляем ленту вот вот надо чтобы вот этого не задавливала вот сюда на пластину чтобы не ложилась а вот 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 ухо 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 ух когда вот это вот упирается вот сюда и тянет то начинает прыгать лапка значит вы неправильно работаете если прыгает лапка смотрим что получилось видите здесь все аккуратно все отлично так ну вот на этом все этот окантовый теле готов в принципе окантовочная лента проходит уверенно все отлично никаких побочных эффектов нет все материалы строчит но я вас должен предупредить что все это очумелые ручки все зависит от работницы как она будет делать повороты аккуратно монотонно плавно все приходит с опытом нужно конечно будет потренироваться так но еще хочу добавить ищите такой материал чтобы он был мягкий эластичный потому что если ставить поперечку то у вас просто очень будет много швов на одном коврике черный материал такого типа такой плотности такой мягкости он как раз сюда очень хорошо подходит а эти материалы значит только поперечкой сможете работать долевой здесь они дубовые два материала они сложно будут выкладываться на поворотах совет окантовочную ленту можно прошивать встык и на этот стык накладывать какую-то лейбу и прострачивать на машинке без окантователя ну вот такой метод может подойдет хорошо бы чтобы на лейбе был ваш фирменный знак как вы кроете кантовочную ленту по долевой или поперечной определитесь сами внешний вид канта зависит от эластичности материала если материал мягкий то это может быть без разницы долевая или поперечной если материал дубовый то на долевой повороты у вас не получится и вообще долевая лента почти не вытягивается но более жестко ложится на внутренних поворотах на поперечной ленте вы должны учитывать следующее поперечная лента при пошиве растягивается больше и при большей скорость может измениться размер ширины то есть лента растянется и станет уже это может повлиять на ширину канта и захват коврика окантовочной лентой нужно обратить на это внимание особенно на поворотах подтянутая лента может слегка загибать концы коврика но зато легче обрабатываются крутые и внутренние повороты хочу обратить еще внимание на то что ширина ленты должна быть очень точной и ровной по всей длине это важно соблюдать при работе с любым кантом но особенно с не эластичными как у нас два вида отклонение ширины на 1 2 миллиметра приведет совсем к другому результату поэтому обязательно перед началом работы проверяйте ширину ленты так ну вот что получилось и вот с изнанки вы можете заместить ее, мы можем на ерунда в длине в длине руки и оценки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...